Россияне все чаще выбирают для отдыха отечественные курорты. Лететь ближе, визу оформлять не нужно, да и проблем с трудностями перевода не возникает. В Сочи только за первые три дня новогодних праздников приехали более 40 тысяч туристов. Подробности из жизни черноморского курорта готова рассказать моя коллега Анна Гулева. Анна, здравствуйте, и вам слово. Здравствуйте, Сергей. Действительно, в Сочи впору присваивать очередное новое звание новогодней столицы России. Курорт за эти зимние каникулы принял в соизмеримой Олимпиаде количество туристов, если не больше. Например, на курорте Горки-город утверждают, что в сутки через их канатные подъемники проходит в 2,5 раза больше туристов, чем во время Олимпийских игр. Роза Хутор в сутки обслуживает до 10 тысяч человек, а в некоторые дни до 12 тысяч. Как я уже рассказывала вам, горнолыжные трассы Красной Поляны открылись в конце декабря, и, как говорят любители лыж и сноуборда, европейским склонам они ничуть не уступают. Погода на Красной Поляне по-настоящему зимняя, снег идет почти не переставая. Во всю работает уборочная техника, чтобы склоны были идеальными. Почти каждую ночь их покрывают искусственным снегом. Работает более 400 снежных кушек. Катаются на курорте не только россияне, то и дело, на трассе слышится иностранная речь. Аня, а вы катались уже? Ну, Сергей, я пока не каталась, уступила место туристам. Планирую сделать это, когда на трассе все-таки не будет такого ажиотажа, и скипасы станут дешевле. Анна, понятно, что это в горах. А чем живет побережье? На побережье тоже туристическая жизнь кипит. Конечно, те, кто приехал погреться на южном солнце, может быть слегка и разочарован. Но это в прошлом году, в это время на курорте было плюс 12. В этом температура воздуха опустилась ниже нуля. Выпал настоящий снег, но это придавало празднику настоящее новогоднее настроение. Главное отличие Сочи от других российских городов, это то, что с курорта, пожалуй, каждый турист увезет фотографии не только с городскими елками, а еще и с олимпийскими символами. А некоторые еще и селфи со знаменитостями. Российские поп-звезды под руководством коренного сочинца Григория Лепша собрались на курорте на рождественский фестиваль. После вокального марафона спустились в горы в Олимпийский парк, где им предложили прокатиться по трассе Формулы-1. Первым на трек на красном Феррари выехал Тимати. И вот, что он сказал после своего заезда. Давайте послушаем. Гордость переполняет за Россию, что у нас такие треки мирового уровня, крутые фестивали проходят. То есть здорово. Я очень рад, что Сочи так развивается. Я рад, что наконец-таки до Красной Поляны до Сочи добрался такой фестиваль. Будем надеяться, что Игорь Крутой и Новую Волну перенесет в Сочи. Тогда все будет у нас на базе. Никуда не нужно будет ехать, ни в какую другую страну. Кстати, уже известно, что действительно фестиваль «Новая Волна» в этом году переедет из Юрмалы в Сочи. И это лишь некоторые новости. Сергей, приезжайте в гости. Горнолыжные трассы будут открыты до апреля. Спасибо, Анна, и за рассказ, и за приглашение, от которого просто невозможно отказаться.